Место приземления Гагарина, гордость Саратовской области и первая в мире космическая гавань, куда ровно 55 лет назад, 12 апреля 1961 года, приземлился первый открыватель космоса, космонавт Юрий Гагарин. Вновь встречает гостей на Всемирном дне авиации и космонавтики. Вот те люди, которые сегодня являются нашими почетными гостями, прежде всего, непосредственно космонавты, летчик-космонавты СССР, России, ну понимаете, они под таким впечатлением, вот их слова, говорят, что второго такого праздника в Российской Федерации нет. По словам главы региона, всего в этот день Гагаринское поле посетили около 20 тысяч человек, в том числе гостей соседних регионов. Торжественная часть праздника начинается у Стеллы, «Ракеты, устремленные в небо». В этом году для зрителей вживую играет оркестр, а хор исполняет песни о полетах в космос. Каждый год сюда приезжает друг Юрия Гагарина, Виктор Порохня. Он обращается к современной молодежи. Наш президент сказал, что национальная идея – патриотизм. Это все сказано. Потому что другого на данный момент прецедента для того, чтобы поднять патриотизм нашего народа, нет. По традиции гости возлагают цветы к подножию памятника первому космонавту, после чего отправляются покорять развлекательные площадки, работающие на всей территории Гагаринского поля. Это спортивные площадки, угощения и кафе, фотозоны и музеи. Ракета «Восток». На этой ракете летал Николаев. У нее вот красный верх и красные двигатели. Гагарин летал на такой же, на чистой белой. Выставочный павильон Саратовского областного музея краеведения «Страна, покорившая космос» представляет экспонаты из коллекции Московского музея космонавтики. Скафандр для выхода в открытый космос и уменьшенный вариант для полета в космос собак. Впервые представлена гитара, которая 10 лет развлекала космонавтов на орбитальной станции «Мир». Кардиограмма Юрия Гагарина, которая была сделана 11 апреля в 7 часов 35 минут накануне легендарного полета в 61 году. И по этой кардиограмме можно видеть, что сердце Юрия Гагарина бьется абсолютно ровно. Он был абсолютно спокоен перед полетом. Одним из самых ожидаемых событий на гагаринском поле, точнее в небе над ним, становится выступление пилотажной группы «Русь». Летчики уже не первый раз прилетают на праздник в Энгельс, но вновь вызывают сильнейший восторг у зрителей сложными фигурами высшего пилотажа. Четыре самолета выполнили в небе такие трюки, как «Мертвая петля» и «Фонтан». Продолжила шоу уже на земле легендарная музыкальная группа «Земляне». Они порадовали саратовцев и гостей региона известными хитами. Я много раз был в Саратове, в Энгельсе. Выяснил сегодня, что я был где-то в начале 80-х. Но для меня это очень почетно и приятно, что меня пригласили. И именно в то место, где Гагарин приземлился. Я вот эту фотографию, где бабушка с внучкой стоит в поле, когда он приземлился, очень хорошо, как бы помню. Ну и вот, для меня приятно. Завершился концерт главной космической песни, слова которой знает, наверное, каждый в России. Три, четыре. А не это! Три, четыре. А снится! Три, четыре. Шеломая, 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 шеломая.